Вы часто слышали о компании МВЭЙ? Да, это компания номер один в рейтинге. Этами сделала вызов компании МВЭЙ, сейчас она номер два в рейтинге. Разве это не свидетельствует о том, что это большой бизнес? Мистер Пак, основатель компании, работал как в качестве продавца и познакомился с сетевым маркетингом в Австралии. Институт Кайри, корейский институт атомной энергии, производит продукты для здоровья. Этами удалось стать единственным посредником дистрибьюции, поэтому название образовалось из слов «атом плюс бьюти» – «этами». Этами начались с распространения продуктов для здоровья, диетических продуктов и косметики, то есть продукции обычной для продуктовой линии сетевых компаний. Но они еще продвигают и продукты питания – клетки, анчоусы, соусы, суповые пакеты, макрель и тому подобное. Таким образом, начав с оборота 25 миллионов долларов в 2009 году, она достигла оборота в 1 миллиард долларов в 2016 году. Хотя сетевой бизнес легализован законодательно, но до сих пор существует предубеждение в нашем обществе. Потому что был случай с мошеннической деятельностью у одной компании, которая несколько лет назад обманула много людей. Они даже сняли мотивирующий фильм. Многие были в розовых очках. Но легальный сетевой бизнес сейчас развивается с большой скоростью. Общий объем продаж компаний сетевого маркетинга в Корее – около 5 миллиардов долларов в год. И один из шести человек является партнером в какой-либо сетевой компании. Таким образом, мы можем сказать, что сетевой бизнес также помогает национальной экономике. Да, мы должны разделять легальную компанию от нелегальной. И нелегальные компании наносят урон легальному бизнесу. В целом, канал продвижения товаров построен таким сложным образом. Производитель, дистрибьюторы, оптовые продавцы, покупатели. И таким образом каждый посредник делает свои наценки. И цена товара превышает цену производителя на 50-80%. А в сетевом бизнесе лидирующие производители могут напрямую продать свой товар потребителю. А потребители могут предлагать его окружающим людям и выступать в качестве продавца. И таким образом мы укорачиваем канал продвижения товара. Производитель получает большую возможность расширения своего рынка сбыта. Но где четкая и ясная граница между легальной и нелегальной компанией? Предыдущая нелегальная компания навязывала покупку одеяла за 1000-2000 долларов своим членам под предлогом платы за вступление. Но Этами не имеет платы за вход. Вы просто заходите на сайт и легко регистрируетесь. Только вносите данные вашего пригласителя. И перепродажи в магазинах запрещены в Этами. Если бы это было позволено, один человек мог бы купить большое количество товара и продать его. Это бы затронуло интересы остальных членов сети. И в этом заключается большое отличие Этами от других компаний. Да, это очень интересно, что здесь нет платы за вход. Но Этами имеет другие факторы, чтобы привлекать покупателей. Тогда как Этами может привязать потребителей? Да, это очень интересно. Продукт должен быть хорошего качества, иначе потребители исчезнут. Должна быть доступная цена и хорошее качество продукции. Мы сотрудничаем с компанией с миллиардным оборотом на домашнем рынке. Но размен рынка лимитирован. Поэтому нужно развивать глобальный рынок. Другой метод – это направиться на перенасыщенный рынок, который называется Red Ocean – Красный океан. Метод Этами – это рекомендация грушающим людям и вхождение на перенасыщенный рынок, когда люди постоянно делятся ценностью продукции с другими людьми. Рынок повседневных товаров насыщен, поэтому продукция должна быть очень высокого качества и по доступной цене. Я обнаружила, что продукция Этами действительно дешевая. Зубная щетка в Этами стоит 99 центов. В самом начале деятельности компании, когда не было достаточно денег, мы искали информацию в интернете, искали продукты с низкой ценой. Этами поставила себе цель – высокое качество продукции по доступной цене. Из всех дистрибьюторов сети Этами 80% – это потребители. Это значит, что покупатели удовлетворены продукцией. и члены сети покупают ее не для продаж, а для своего потребления. В чем секрет Этами? Что как она может поддерживать такой высокий уровень качества? Слоган мистера Пака – это четыре слова. Честность, добросердечность – лучшая стратегия. Например, мистер Пак испробовал тысячи зубных щеток, которые были на рынке в течение нескольких месяцев. У него были сухие чистые зубы, да? Мистер Пак выбрал щетку лучшего качества и встретился с производителем. Они готовы были заключить контракт, но скидка была 1,6 доллара. Но мистер Пак попросил 0,99 доллара. Производитель сказал, что это невозможно. Тогда мистер Пак предложил следующие условия. Первое. Этами продаст 10 миллионов зубных щеток в год. И второе. Этами заплатит вперед за сырье. Производитель решил, что стоит попробовать, и начал сотрудничать с Этами. Если бы он не был уверен в успехе, он бы не смог обещать таких вещей, как оплата вперед за сырье и размещение заказа на такое количество товара. Но с другой стороны, такой вид массового потребления по низкой цене похож на Home Shopping Channel. TV Shop. Самая большая проблема производителя, как доставить товар до потребителя. Они стараются выйти на оптовых покупателей или на вот такой канал, и за это платят очень высокую цену. И эти расходы включают цену товара. И в конце концов, за это платят потребители. А если производитель использует рынок сбыта через канал Этами, уменьшает тем самым свои расходы, и цена продукции должна быть низкой, только тогда они могут использовать этот канал продвижения своих товаров. Вообще-то, я был шокирован, когда услышал, что цена зубной щетки 99 центов и было продано 10 миллионов штук, потому что Этами уже имеет широкую потребительскую сеть. Например, DeoTec Korea, которая выпускает зубные щетки, в 2009 году имела оборот всего 0,54 миллиона долларов, а в 2014 году продажи достигли 10 миллионов долларов. Таким образом, мы видим доказательства мощи Этами, как канала сбыта продукции. В Корее, компания Colmar B&H является компанией номер один, в которую государство инвестирует свои средства. Вы знаете Colmar Cosmetics компанию? Конечно, все женщины знают эту компанию. Colmar и Кэри входят в концерн Colmar B&H. Они производят продукты здоровья и высококачественную косметику и поставляют их Этами. Рыночная цена компании достигла более 1 миллиарда долларов в 2014 году. Если производитель хочет иметь по-настоящему хороший канал вбыта, он может заключить контракт с Этами. И если продукт отвечает всем требованиям, предъявляемым Этами, он может быстро продать свой товар, что будет ему выгодно. Есть много компаний, производивших хорошую продукцию, но не добившихся успеха, потому что они не смогли найти канал вбыта продукции. В нашей повседневной жизни метод продаж через сетевой маркетинг становится все более популярным и обычным явлением. Здесь приводятся примеры двух успешных компаний. Есть два метода завоевать насыщенный рынок. Один из них так называемый воздушный бой. Потратить огромные деньги на создание сильного мощного бренда. А другой – это метод сетевого маркетинга. Войти в нишу рынка лицом к лицу, делясь впечатлениями о продукции от человека к человеку. Этами использует второй метод и является ярким доказательством успешности этого метода. Продолжение следует... Продолжение следует...